Реконструкция производства, социальная ответственность, благотворительность и проекты экологической направленности. Губернатор Мурманской области Марина Ковтон провела расширенное заседание экономического совета. На нем представители горно-металлургической компании «Норникель» рассказали об итогах деятельности предприятия в 2017 году и о планах на 2018. Минувший год был назван годом экологии. Горно-металлургическая компания «Норникель» не осталась в стороне от федерального тренда. Завершились работы по ранее разработанному проекту капитального ремонта здания визит-центра заповедника «Пасвик». На эти цели компания выделила только в прошлом году 62 миллиона рублей. Я хотел бы поблагодарить руководство компании «Норильский Никель» за проявленную инициативу проведения встречи с общественностью, с депутатами, с членами правительства в таком широком формате. Это действительно такой очень хороший жест, когда компания устами своих руководителей рассказывает о перспективах развития, о планах, о том, как и какие проекты будут осуществляться на территориях присутствия, отвечает на вопросы, которые возникают буквально в процессе обсуждения этого доклада. Кроме того, был запущен проект по утилизации солевого стока никелевого рафинирования. Сегодня сообщают представители компании «Стоки чище, чем вода в естественных источниках». Также было достигнуто соглашение с правительством Мурманской области по разработке и обустройству экологических маршрутов и развитию туризма на территории природного парка полуострова Рыбачий и Средний. Они для себя считают очень важным рассказать не только, как они поднимают производительность труда в выпуск продукции, но и как они оказывают содействие в решении региональных проблем. И нам, еще раз говорю, очень важно то, что Кольская горная компания «Норильский никель» здесь является одним из лидеров не только в региональном, но и в федеральном пространстве. Поэтому я думаю, что перспективы развития Мурманской области во многом связаны с этой компанией, бесспорно. Немалый вклад в экологичность производства внесла и программа реконфигурации мощностей. В 2017 году в Мурманской области компания открыла единый никелерафинировочный центр, который поэтапно переходит на работу по новой щадящей для окружающей среды технологии. Благодаря ему Кольская ГМК стала самой крупной в мире компанией по рафинировке никеля. Вся рафинировка группы компаний «Норильский никель» раньше размещалась на трех площадках. Это Харивалта, зарубежный наш актив в Финляндии, Кольская горно-металлургическая компания и Заполярный филиал. Вы знаете, что в 2017 году полностью был закрыт никелевый завод в городе Норильске. Поэтому вся рафинировка пришла, весь Фанштейн группы компаний пришел на Кольскую компанию. Это, наверное, самое знаменательное событие было в 2018 году. В городах присутствия Норникель берет на себя также функции теплогенерирующей организации. Около 50% тепла в Манчегорске и 29% в Заполярном вырабатывает именно Кольская горно-металлургическая компания. Это несмотря на то, что из-за должников по коммуналке и не совсем честных управляющих компаний долг потребителей за отпущенное тепло составляет более миллиарда рублей. Мы уже несколько лет занимаемся этим вплотную. И именно учитывая и интересы области, и населения, мы занимаемся этим вот таким образом. Потому что мы прекрасно понимаем, что банкротство тех или иных управляющих компаний, всех поголовно, которые должны, это не выход. Мы понимаем, что увеличение тарифа для населения это тоже не выход. И создавая систему прямых сделок между теплоснабжающими организациями и потребителями, это первый шаг. И вы знаете, ряд регионов на это уже пошел. В городах присутствие норникеля в том числе развивают и спорт. Так, например, в Заполярном появился крытый корт, а в Манчегорске – новое футбольное поле. Компания сегодня один из крупнейших налогоплательщиков области. В 2017 году объем налоговых и неналоговых платежей в бюджет региона составил более 8 миллиардов рублей.